Всем привет, ребят! Я Саммерс. Вы меня постоянно просите показать, как делается тот или иной макияж с моего ролика. Поэтому в этом видео я хочу вам показать три образа на каждый день вместе с макияжем и прической. Давайте начнем! Сначала я, конечно же, использую консилер, потому что синяки у меня есть в принципе всегда. Да, я уже что только к ним не прикладывала. Наверное, кроме креста и святой воды ничего не помогает. После нанесения я, конечно же, его растушевываю аккуратно пальцем. Позже наступает время тонального крема, точнее у меня это CC-крем, который выполняет сразу несколько функций, одна из которых, конечно же, скрывать синяки. Я его очень странным образом наношу вот так вот точечками, потому что тюбик очень удобен для этого. И если мне нужно сделать прям самый легкий, самый естественный тон, я просто использую любую губку, спонжик или же бьюти-блендер. Именно тогда все ложится максимально незаметно, что в принципе мне сейчас и нужно. На самом деле, для того, чтобы замазывать какие-то недостатки на лице, у меня нет никаких средств, потому что обсыпает меня только после поездок. И обычно я просто жду, когда все пройдет, но в крайних случаях я могу использовать консилер, чтобы сделать всякие покраснения на лице менее заметными. Бронзер. Хоть я набираю его на кисточку довольно-таки много, потом я большую часть с нее стряхиваю. И в этом макияже я совсем чуть-чуть наношу его на лицо. Это просто нужно для того, чтобы я выглядела как будто живая. Вы можете сами заметить, что лицо стало более ярким и реально живым, так как будто я отдыхала, хотя такого не было. Дальше я беру коричневый карандаш для глаз, который рисует практически полупрозрачную стрелочку. Я подвожу им линию роста ресниц и также чуть-чуть выхожу и делаю такую небольшую стрелочку на том месте, где она у меня как бы естественно есть. Вот можете видеть на втором глазу есть небольшое такое покраснение, потемнение кожи. Вот именно его я и подчеркиваю, пытаюсь сделать более выраженным. Из-за этого это выглядит все довольно естественно. В этом макияже мы не будем красить ресницы тушью, практически. Сделаем мы это прозрачной тушью. Такая, например, продается в Essence, я такую и использую. Они просто подкручиваются, но не становятся они длиннее, не темнее, так что никто и не скажет, что у вас на глазах вообще что-то есть. По поводу бровей это тоже очень частый вопрос. В инстаграме на фотографиях вам очень часто нравятся мои брови, я даже скажу больше. Даже мастер по бровям, правда не мой, хвалил их, я не вижу у них ничего сверхъестественного. Эта форма самая приближенная к моей натуральной, просто не такая густая, потому что как бы странно это не было, мне не нравятся густые заросшие брови. Мне нравятся средние толщины и аккуратные. Я их расчесываю. Расчесываю я их очень сильно, мне просто нравится это делать. А потом беру карандаш коричневый и совсем немного, заполняю пробелы там, где это необходимо. Там, где бровь просто не растет, и если ее нет, это смотрится странно. Также я пытаюсь их закрепить потом гелем, но я не нашла пока ни одного геля, который бы держал мои брови дольше часа. Вот серьезно, если вы такой знаете, пожалуйста, напишите мне. В лес глазам могут придать наркотики, но бюджет у нас ограничен, поэтому будем использовать розовый карандаш. Я ставлю небольшие блики в уголку глаза, также немножко под ним, над аркой купидона, вроде нормально люди это так называют. Я называю это вот эта странная штука над губой. Также под бровью. Все это мы, конечно же, слегка растушевываем пальчиком. И это все, что касается макияжа. А губы у меня были изначально покрыты просто прозрачным блеском. Мне кажется, что я тот человек, у которого они сухие постоянно. Ясно, я тут что-то пою, видимо у меня в голове играет какая-то музыка. Пришло время прически. Я вам тут покажу, как я обычно сушу волосы. Я держу фен сверху и постоянно их расчесываю. Именно таким образом они у меня становятся прямыми. Так по жизни они у меня кучерявыми. Если я просто высушу, они будут висеть как непонятно что. Утяжок мы тут или какие-то другие выпрямляющие средства использовать не будем. Все должно выглядеть не кукольно, а натурально, опять же. Сейчас я еще воспользуюсь двумя заколками. Одна золотая, другая серебряная. Сочетание вот этих цветов я просто обожаю. Знаю, есть люди, которые терпеть не могут, но я очень люблю. И я зачесываю свою челочку наверх и закалываю ее. Я так часто делаю, потому что иногда ее хочется распустить, иногда нет. Иногда она просто мешает. Ну, думаю, вы понимаете. Что же мы делаем теперь с оставшимися волосами? Кстати, эти прически подойдут как и на длинные волосы, так и на короткие, с челкой, без, на что угодно. Можно оставить все висеть просто так, но я беру два пальчика, ничего пошлого. И заворачиваем наши волосы прямо за уши. Эта прическа выглядит очень трендово, стильно, да. Потому что кто бы мог подумать, что в моде когда-нибудь будут уши. Если вдруг у вас нет челки и длинные волосы, то вам легче будет сделать такую прическу просто с пробором, не закалывая ничего наверху. Точно так же все повторяете. Я, вон, стараюсь это все максимально пролезать. Да, оказалось так модно, так в тренде. Я не знаю, но мне это очень нравится, вот именно такая прическа. Мне кажется, мне идет, хоть и смотрится это немножко, как будто меня залезали. А главное, мне бы рассказывали, что многие мне так красятся в школу. Вот с этим макияжем я бы вообще не сказала, что на мне есть косметика. Образ номер следующий. Нам, в принципе, понадобится основа от предыдущего макияжа. Единственное, что тут бронзеры я нанесу немножко больше и обязательно на шею, потому что я хотела бы выглядеть чуть загорелее. Да и в таком образе это будет смотреться куда лучше. Так что добавим его еще совсем чуть-чуть. В этом макияже мы будем делать макияж глаз. Для начала нужны белые тени и их я наношу на подвижные века. Просто наношу. Этого практически незаметно, если не сравнить с другим веком. Матовые обычные тени. Потом я беру один из моих любимых цветов. Заметно, что я его практически использовала. Он тоже бело-розовый и слегка напоминает хайлайтер. Наношу я такое в уголок глаза и немножко под глаз. Я еще добавляю тени, которые содержат такой оранжевый пигмент и наношу на то же века, на те же места, но совсем чуть-чуть. Мне кажется, это делает макияж более естественным. Мои же глаза, они не чисто белые. Там, где складка и чуть-чуть над ней, я наношу коричневые матовые тени. Они даже больше коричнево-серые. Мне очень нравится этот цвет и он как будто там и незаметен. Если это, конечно, хорошо растушевать, что мы в принципе и сделаем. Еще эти тени я слегка наношу под нижнее веко. Дальше мы возьмем матовый угольный. Им я прорисовываю межресничное пространство и также делаю небольшую стрелочку. Следуя тому же принципу, что я рассказала вам в прошлом макияже. Просто про естественные вот этой вот складочки, которая слегка красноватой и выделяется. Очень многие из вас просили, чтобы я показала вам, как я рисую именно обычные свои стрелки для видео. То есть не тенями. Но поскольку сегодня у нас естественные макияжи, я этого не делала. Но если хотите видео с более яркими макияжами, то ставьте лайк под этим роликом. Давайте наберем 2000 и тогда я его сниму. И тут мы, конечно, уже используем душ, потому что если мы этого не сделаем, глаза будут выглядеть странновато на фоне таких стрелочек. В прошлый раз брови мы просто заполнили там, где это было необходимо. В этот раз я собираюсь сделать их немного темнее, чтобы макияж был довольно-таки полноценным. И хотя бы было понятно, что на лице есть брови. То есть акцент, он будет как бы не на них, но они будут тоже важны. Хайлайтер. Это то, что макияж я просто обожаю. И в этом мы используем. Смотрите, куда я наношу. Обычно я так делаю практически всегда. Я думаю, подойдет любой хайлайтер. Я делаю это пальчиком, так немножко. На губы я нанесу от NYX такую пудровую помаду. Она очень легко ложится и не выглядит никак навязчиво. Переходим к волосам. Я завязываю хвостик из верхней части волос. Мне так мама постоянно делала в детстве. Это очень удобно на самом деле для школы, потому что волосы, они как бы будут распущены, но они будут лезть вам в глаза, когда вы будете что-то писать. И я хочу челочку к этому образу, поэтому нужно ее намочить и уложить. Но я не буду вас заставлять смотреть на мою мокрую челку. Скажите мне, Света, спасибо. Я пыталась все продумать. Сейчас зима. Наверняка у вас холодно и вы носите шапку. Поэтому все эти прически, если вы заметили или не заметите, под шапку подходят. То есть они не испортятся, если вы вдруг не пройдете, кроме вот этой. Но она отличным образом просто подходит к таким наушникам. Именно зимой, если вдруг там будет минус пять, я вот так вот и хожу. Мне кажется, что такой хвостик нереально сочетается именно с этими наушниками. Да, тут у меня снова в голове заиграла какая-то странная музыка. Третий макияж вы меня сейчас довольно-таки просили вам показать. Начинается все примерно точно так же. Мы наносим консилер. Но в этот раз я сделала это немножко по-другому, потому что сверху будет более толстый слой тонального крема. Ну как будет? Просто только при монтаже я уже заметила, что забыла нанести тональный крем. Это сейчас я сделала фейспон. Бывает, я надеюсь, вы меня простите. Но знаете, чтобы слой получился более плотным, я просто использую уже не спонжик, а пальчики, либо силиконовый спонж. У меня есть праймер для глаз, он вроде шел вместе с тенями в комплекте. Но я просто наношу совсем тоненький, совсем-совсем тоненький слой консилера, потому что уверена, что у большинства моих подписчиков нет никакого праймера для глаз. Также вот здесь мы усиленно наносим бронзер, именно даже не под скулу, а по бокам. И у меня есть жидкие тени от NYX. Они на самом деле коричневые. А вот на том видео, под которым вам понравился мой такой макияж, камера передала этот цвет слегка оранжевым. Но, чтобы вы знали, каким бы вы его не видели, они коричневые. Я наношу их на глаза. И знаете, что я советую вам сначала нанести на один глаз? Растушевать один глаз. Потому что в реальной жизни я успевала это сделать до того, как это все высохнет, но когда делала на видео, у меня уже не очень хорошо получилось. Также не забываем нанести немного этого цвета и на нижнее веко. Там он как бы тоже нужен, это ведь целостный макияж. Я хорошенько стараюсь растушевать не все, а слегка границу, чтобы это имело какой-то плавный переход. Брови же я вообще не трогаю, потому что в этом макияже весь акцент должен быть на глаза. Я их просто зачесываю гелем, прозрачным, реснично-бровным. Также крашу ресницы, я знаю. Зрелище это не из приятных. По поводу прически. Нам понадобятся кудряшки. И не важно вообще, как вы их сделаете. Лойкой, бигудями, от природы у вас волосы такие или что-то еще в этом роде. Я снимала ролик, где показывала, как их сделать буквально за 5 минут. То есть, в итоге получается на всю прическу около 6 минут. Вы можете его посмотреть, если хотите узнать, как это делается. Тут я не буду повторяться. Прическа наша будет состоять в том, что мы снова будем использовать заколочки серебра и золота. Главное, заколоть это равномерно и аккуратно. В принципе, это довольно-таки легко сделать. Мне очень нравится, что снова пришел тренд на разные заколочки и аксессуары для волос. Прямо как было в моем детстве. Это, в принципе, все. Макияж готов. Вы же помните, что мы набираем где тысячи лайков, для того, чтобы вышел ролик с более яркими макияжами? А также, если ты только что зашел на мой канал, то нажимай на подписаться. Присоединяйся к нам. И колокольчик. А в комментарии я попрошу тебе написать, какой из этих трех образов тебе понравился больше всего. Па-па-па-па. Субтитры сделал DimaTorzok